Агора, Франция, как чувствует себя Крым в составе России пять лет спустя. Филипп Хальфин. Агоровакс, Франция. 28 июня 2019 года. Государственный переворот на Украине кардинально изменил эту страну. Революция привела не только к свержению и бегству бывшего президента Януковича, но и потере Крыма и Донбасса. Хотя Крымский полуостров стал частью Российской Федерации и в результате организованного в соответствии с международным правом референдума, попытки Украины и западного мира оспорить его принадлежность России не прекращаются до сих пор. Крым по сей день является предметом серьезных разногласий на международной арене, а Киев официально отказывается признавать решение крымчан. Истерия Украины по поводу Крыма продолжает отравлять политические и оборонные связи России с западным миром. Но давайте рассмотрим в подробностях жизнь полуострова под юрисдикцией Российской Федерации. Стоит отметить, что за это непродолжительное время Крыму удалось справиться с нарушением транспортных связей, энергетической блокадой и экономической изоляцией. После вступления Крыма в Россию строительство жилья на полуострове ускорилось. Пик роста пришелся на 2018 год. За последний год было введено в эксплуатацию 764 тысячи квадратных метров, что позволило Крыму выйти в лидеры по всему Южному федеральному округу. В отличие от Украины, где спад жилищного строительства за последние пять лет составил порядка 20%, крымский полуостров продолжает развитие. Западный мир не был согласен с вступлением Крыма в Российскую Федерацию и назвал его анниксией, а также ввел ряд санкций против полуострова. Несмотря на это, у Крыма есть внешнеторговые связи. Только за прошлый год оборот составил 59 миллионов долларов. Полуостров экспортировал товаров на 18,5 миллионов долларов и импортировал на 40,6 миллионов. Экспорт Крыма формируется главным образом химической промышленностью, пищевой продукцией и сельскохозяйственным сырьем. Все это отправляется в Индию, Турцию, Белоруссию и на Украину. Что касается показателей полуострова, в 2018 году число его жителей сократилось на 2000 человек. Это по большей части связано со спадом миграции на полуостров. В то же время нельзя сказать, что люди перестали ездить в Крым. В 2018 году в Крым приехали почти 45 тысяч человек, 68% жителей России, остальные – выходцы из стран бывшего СССР, по большей части – украинцы. Туризм на полуострове идет в гору. В прошлом году в Крым прибыли 6,8 миллионов туристов. Туристический бум наблюдается не только летом, но и во время новогодних и майских праздников. Был построен Крымский мост, который тоже вызвал недовольство Украины и всего западного мира. Пропускная способность моста составляет 40 тысяч автомобилей за раз, что значительно ограничивает движение по территории полуострова, в отличие от парома. Ведется строительство федеральной автомагистрали Таврида, часть которой уже открыта и активно эксплуатируется. В крымской столице был построен новый международный аэропорт. С начала работы через него прошли более 5 миллионов пассажиров. Устроенную Киевом энергетическую блокаду удалось преодолеть с помощью энергетического моста с российским континентом и строительства двух новых ТЭС в Симферополе и Севастополе. Это означает, что взявшая шефство над полуостровом Россия делает все для процветания региона. За те 5 лет, что Крым является частью России, полуострову удалось решить серьезные проблемы. Далее вы найдете ряд показателей Крымского полуострова в составе России и Украины. Доходы полуострова за прошлый год Доходы полуострова увеличились в 2,5 раза по сравнению с его лучшими годами в составе Украины. По словам президента России, налоговые поступления Республики Крым достигли почти 50 миллиардов рублей в 2018 году. Крым получает федеральную помощь в 120 миллиардов рублей в год в рамках реализации федеральной программы. По словам главы Крыма, власти полуострова увеличили финансирование региона в различных областях по сравнению с тем периодом, когда он входил в состав Украины. Так, например, финансирование социальной сферы возросло в 2,5 раза, а образование – в 3 раза, культуры – в 3,5 раза, спорта – в 4 раза, экологии – в 23 раза. Стоит отметить, что в соответствии с бюджетом Республики Крым поступления в 2019 году должны составить 192,8 миллиарда рублей. Это говорит о том, что за пять лет пребывания в составе России полуостров смог увеличить доходы бюджета в 2,5-3 раза по сравнению с украинским периодом. Демографический успех по словам сенатора Ольги Коветиди, показатели первых пяти лет Крыма в составе РФ стали признаком демографической победы России. В частности, детская смертность сократилась на 40%. Экономика полуострова полуостров относится к числу отстающих регионов России, а Крым и Севастополь занимают последние позиции по внутреннему воловому продукту на душу населения. В то же время стоит напомнить, что полуостров входит в состав России в течение всего пяти лет, и что на его счету уже имеется ощутимый прогресс. Если провести сравнение с цифрами полуострова во время российской рецессии 2015 года, ВВП региона вырос на 7,5%, но сократился на 0,8% на Украине. Министерство экономического развития Крыма уже проводило анализ экономических показателей региона во время пребывания в составе двух стран. В 2012-2013 годах экономика Крыма практически не продемонстрировала никакого роста. В частности, промышленное производство в Крыму выросло в среднем на 1,2% в 2011-2013 годах и на 6,1% в 2014-2016 годах. Экономика полуострова опирается на масштабные проекты, такие как Крымский мост, энергетический мост Кубань-Крым, федеральная автотрасса Таврида, идущий из Краснодара газопровод, новый аэропорт и т.д. Во время украинского периода полуостров не мог даже мечтать о таких проектах, поскольку Киев лишь доил его туристический сектор. Доходы населения полуострова в 2016-2017 годах средние доходы крымчан выросли на 3,6% и 6,6%, что составляло примерно 20-26 тысяч рублей. В 2013 году средняя зарплата населения составляла 2850 гривен, чуть более 11 тысяч рублей, а переведенная в рубли продовольственная корзина равнялась 1,5 тысячам рублей. За 2015 год данные отсутствуют, но в 2016 году, по данным Ростата, продовольственная корзина составила 2,6 тысячи рублей, а зарплата 22,4 тысячи. Это означает, что покупательная способность жителей полуострова увеличилась до 8,6, против 7,2 на Украине, за первые годы Крыма в России. Туризм по правде говоря, первый год Крыма в составе России был провальным с точки зрения туризма. Это связано с тем, что многие украинцы не поехали в Крым по политическим причинам. Со временем число туристов в Крыму начало расти. Туристический бум был связан со строительством моста через Керченский пролив. За прошедший год полуостров посетили 6,8 миллионов туристов, что стало абсолютным рекордом всего постсоветского периода. Стоит также отметить, что первые месяцы 2019 года число туристов увеличилось на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гражданский долг татарского населения Крымского полуострова Если сравнить явку крымских татар на выборах президента России и президента Украины, в первом случае она была значительно выше. По данным Крымстата, в выборах президента России участвовали 81 тысяча человек, что на 40% больше, чем на выборах президента Украины. Напомним, что во время украинского периода явка крымских татар составляла в среднем 60-70 тысяч человек. Наконец, мне хотелось бы привести данные социологического исследования за 2017 и 2018 годы и год, из которого следует, что 82% респондентов хотели бы остаться в Крыму, 10% предпочли бы переехать в другую населенную зону полуострова, а 2% желали бы переехать в другой регион России. В то же время никто из запрошенных не стремился жить на Украине. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.